Друзья, всем добрый день! Сегодня у нас на обзоре необычная версия Toyota RAV4 2024 модельного года, которая называется Woodland Edition или лесной массив, или просто лесистая местность Edition. Кстати, мне напоминает название Wilderness и Subaru, да, там где как бы дикая такая необжитая местность, такая как типа полупустошь такая вот. Что-то типа такого вот придумала теперь Toyota. Хотя, кстати, модель пришла на рынок еще в начале этого года, хотя уже вот последние деньки добегают декабря 2023 года. Давайте посмотрим, что это за автомобиль, стоит ли он своих денег и сравним его с другой похожей комплектацией за практически те же самые деньги. Поехали! Ну что, друзья, ездил здесь по дилеру, по лоту, дилерскому Toyota и посмотрел, был как раз недалеко на обслуживании машины, и посмотрел, что здесь есть вот такая вот интересная модификация, она выделяется сразу же. Почему я заметил, даже проезжая из окна автомобиля, это благодаря вот этим бронзовым колесам. То есть, Woodland Edition это такая вот первая версия, как бы псевдо-внедорожная у RAV4, которая использует именно гибридную силовую установку. То есть, мы знаем, что есть TRD Off-Road версия у RAV4, мы знаем, есть версия Adventure, вот там машины. Но такие более интересные с точки зрения какого-то суперлегкого оффроуда, потому что там чуть-чуть повышенный клиренс. Вот, а здесь у нас машина остается с прежним клиренсом, хотя мне кажется, если честно замерять, допустим, вот стоковая стоит вообще базовый, самый-самый дешевый RAV4 на колпаках. Вот, если отсюда смотреть, мне кажется, даже вот эта машина, несмотря на то, что официально у нее клиренс такой же, как и здесь, по 8 дюймов. То есть, 203 мм, здесь и там, все равно за счет резины и за счет большего диаметра колесного диска, эта машина сидит все равно чуть-чуть повыше. Так что такое Woodland Edition? На самом деле, буквально несколько моментов. Первая модификация Toyota RAV4 Adventure поделилась с этой машиной, это пружинами по кругу, амортизаторами. И тут стоят другие, другие, как они называются, ограничители хода отбоя амортизаторов. Они свои, вот, Woodland Edition так называемые. То есть, по большому счету, подвеска такая, она чуть-чуть более мягкая, чуть-чуть более валкая, чем в стандартам RAV4. При этом у нас колеса другие и резина Falcon. Falcon AT, All Terrain. То есть, всепогодная, всеядная, можно так сказать, для любой поверхности. Размерность этой резины, кстати, M plus S, Mud and Snow, 225 на 60, R18. 18-е колеса. И, в принципе, внешних отличий, кроме как дисков, также, кстати, присутствуют, в отличие, допустим, от супер базовой, вообще не гибридной версии, туманки диодные. Соответственно, LED-оптика у нас головного света. Вот, и то у нас поперечины. То есть, рейлинги и поперечины, это как, плюс, кстати, рейлинги стандартно, а вот поперечина уже идет как доп-опция, допустим, если сравнивать с обычным RAV4. В остальном, здесь никаких отличий, кроме коврика в салоне, друзья, нет. Но самое интересное, что это гибрид. То есть, Toyota заморочилась и решила сделать как такую оффроудную версию, что особо как бы не вяжется, по большому счету. Потому что я вот смотрел тест-драйв этой версии местных журналистов из издания Motor Trend или Current Driver, я уже точно не помню. Вот. По динамике автомобили абсолютно не отличаются от базовой гибрида, что там, что там порядка 7,7 до сотни, около 8 секунд. Единственное, что эта машина оказалась, несмотря на более зубастую резину, даже тише на 1 дБ, 68 дБ при скорости 75 миль в час. Вот. Странно, как бы, но факт. Вот. Единственный минус еще, как бы, не то, что единственный, а основной минус. Люди покупают гибриды для экономии топлива. Здесь получается разница в 1 литр. Если взять обычный гибрид, обычный гибрид кушает в среднем 6,3 литра RAV4 гибрид, полный привод, само собой задний электромотор. Здесь получается 7,3 из-за более зубастой резины. Соответственно, как бы, не понимаем, что гибриды у Toyota, они, вот, именно, своей экономичностью обязаны, именно, в том числе, шинам с низким сопротивлением к качению. Здесь, как бы, чуть другая картина. Вот. В черном цвете машина, как бы, ну, выглядит, как обычный RAV4. Ничем не приметно. Единственное, что бейджики у нас черные. RAV4 гибрид. И вот, собственно, надпись Woodland Edition. Это наклейка обычная. Вот. Ну, и сзади у нас выдает, как бы, вот эти вот синенькие овалы в значке, то, что это гибридная версия. По салону никаких изменений нет. Задние дефлекторы, тряпочная обивка. Единственное, что у нас резиновые коврики свои, Woodland Edition. Лесной массив Edition. В отличие, кстати, от супер базовой версии, здесь два USB Type-A, если я не ошибаюсь. Нет, Type-C. Два Type-C и дефлекторы. В самой-самой дешманской версии RAV4 там будет зарядка типа прикуривателей. Шторок нет. Также, в отличие от супер базовых комплектаций, здесь сервопривод, кресел исключительно для водителя. Также есть поясничный упор. И спереди, помимо всего, тоже зелененькая надпись Woodland Edition. Лесной массив Edition. Автоматический дальний ближний свет. Регулировка яркости. При этом здесь даже, при этом здесь вообще отсутствуют какие-либо опции комфорта. У нас здесь отсутствует подогрев сидений. Здесь есть только отключение системы стабилизации. Беспроводной зарядки нет. USB Type-A один. Управление полным приводом, точнее режимами. Вот. И, в принципе, все. Режим EVMODE, все. То есть здесь нет ни люка, ни электропривода крышки багажника. Нету датчика дождя. Нету подогрева руля. То есть вот таких вот серьезных опций. Допустим, вы куда-то поехали, там, я не знаю, даже элементарно. На дачу поехали, там, шашлыки пожарить с друзьями. Вы такие решили, вот, куплю гибрид, чтобы было более-менее экономно. Но вы лишаетесь в холодном климате элементарных каких-то опций. Возможно, в Канаде, в каких-то других странах эта машина будет продаваться с этими опциями. Но, по крайней мере, здесь, в Штатах, вы лишены вот этих всех опций. Их даже дозаказать невозможно. То есть, в принципе, даже если бы вы хотели, вы их не могли бы купить. Я считаю, это огромный промах. То есть, и вообще, в принципе, минус литр топлива, как бы, экономия топлива здесь получается. Ну, такая себе, если честно. Хотя, все еще лучше, чем в обычном, в обычном, не гибридном автомобиле RAV4. Ручной багажник. Здесь тоже вставка RAV4 Woodland Edition. Такая резиновая. И дополнительно еще у нас закрыты сидушки задние. Вот этими резиновыми ковриками. То есть, по большому счету, из механических отличий, например, таких, как были в Subaru Cross Trek Wilderness, там, где мы видели, они заморочились и поставили охлаждение масло дополнительное, мощное, более мощный вентилятор системы охлаждения радиатора. Вот, там другая главная пара и все остальное. Но, будем честны, там машина, конечно, она отличается. Да, там бензиновый двигатель, там есть кардан. Здесь кардана нет. Поэтому Toyota, насколько могла, настолько и сделала, как бы, такую псевдо-внедорожную версию. И цена, да, чтобы хотел сказать просто цену. Давайте вам покажу, чтобы вы видели, что действительно эта автомашина столько стоит. Цена рекомендованная, пожалуйста, RAV4 Woodland, 24-й модельный год. Цена рекомендованная 36, 37, 256, дилер чуть накинул 40, 249, 3000 накинул. Вот, 37, 256, полный привод, гибрид. Что вы можете получить, если вы докинете 2000 долларов? Вот сюда, например. Вот, смотрите, это SE или это XSE? Это у нас SE. Нет, подождите. Стандарт. Давайте посмотрим, что это за модель. Вот, это XSE гибрид. XSE гибрид, у нее отличаются вот эти вот вставки пластиковые над крыльями, соответственно, они покрашены. В глянец. Дальше. Ага. Хотя нет. Электропривода, да. Нет, электропривод должен быть. Я не понимаю, почему его нет. Да, его нет. Он опять не настроен, это уже не первая Toyota, которую я вижу. То есть здесь появляется у нас электропривод крышки багажника, здесь другого дизайна колесные диски, хотя диаметр тот же самый 18, тоже рейлинги. Здесь уже появляется люк. Здесь у нас уже появляется комбинированная отделка салона. То есть у нас тряпочные вставки, тряпочные вставки по центру и кожзамобивка по бокам. Дальше у нас появляется подогрев сидений и, в принципе, все. Но, по крайней мере, чуть больше опций, да. И это тот же самый гибрид. Смотрим на цену. Рекомендованная 39,647. Вот 2000 долларов между машинами разница. Да, у нее чуть ниже клиренс, чуть меньше. Тут чуть больше. Но разница 2000, и ты получаешь чуть больше опций. Здесь машина, честно говоря, голая. Поэтому смысла в такой комплектации, честно, лично, по моему скромным мнению, я особо не вижу. Но неплохо, что она есть. Кому-то, возможно, и понравится. Хотел показать вам вот такие вот отличия, чем эта машина отличается от обычного RAV4 и от гибридного RAV4. Есть еще, кстати, версия XP. Тут у нас отличия, что колесные диски черные. И, в принципе, все. В остальном та же тряпка. Подогревов тоже нет. Просто вот такие черные акценты плюс глянцевый пластик. Все. Так что, вот как она выглядит. Эта версия Woodland Edition. Как-то так. Друзья, надеюсь, вам было интересно. Пишите в комментариях, стоит ли эта машина своих денег. Взяли бы вы вот такой вот гибрид Woodland Edition или гибрид XSE белый, да, с разницей 2000 долларов. Или вообще взяли бы самый обычный гибрид. Там самый базовый за 30-ка, там за 32, за 33. Вот. Давайте обсудим в комментариях, как вам вообще порядок цен. 24-й год цены немножко поднялись. Поэтому то, что было еще год-полтора назад, два назад. Сейчас, конечно, печально это все смотреть. Но в любом случае, Toyota молодец. По крайней мере, в том, что она делает вот такие разные модификации. Возможно, кому-то понравится. Кто-то решит купить такой автомобиль. Так что увидимся в новых видео. Всем хорошего дня и пока.